всем привет во многих своих роликах я использовал вот это приспособление для плоскошлифа своих клинков это очень простой и довольно точный способ выровнять параллельные плоскости и даже изменить толщину будущих деталей мое первое приспособление было сделано на время я решил сделать обновленную версию и заодно показать как его сделать как она работает и как им пользоваться и так для плоскошлифа понадобится точильный круг подсоединенный к столу что-то из чего можно сделать прочную основу я взял кусок стеклотекстолита толщиной примерно 2 сантиметра 4 болта я взял на m8 из нержавейки 4 гайки с нейлоновыми вставками от самопроизвольного прокручивания двухсторонний скотч полиграфический он тонкий и хорошо держится и кусок оргстекла приспособление состоит из столешницы с запрессованными гайками ножек которые регулируют высоту сверху на двухсторонний скотч крепится обрабатываемая деталь сначала выпиливаю столешницу я буду делать клинки для складных ножей поэтому мне подойдет небольшой размер делаю с небольшим запасом по бокам и спереди для рук обтачиваю края это не обязательно покрывая эпоксидкой зашкуриваю чтобы в них не попал мусор при работе это только для красоты теперь по четырем сторонам сверлю отверстия под болты и посадочные места для гаек их диаметр у меня 15 поэтому я просверлю на миллиметр меньше чтобы их потом туда запрессовать их нужно делать одинаковой глубины чтобы в дальнейшем все четыре ножки стояли на одном уровне из болтов и гай готовлю будущие ножки закручиваю их на одинаковое количество оборотов и помечаю грани чтобы не запутаться на шляпках со стороны метки делаю пропил чтобы знать в какую сторону они повернуты с эпоксидной смолой запрессовываю ножки таким образом чтобы все отметки смотрели в одном направлении три точки опоры образует плоскость поэтому четвертую ножку я запрессовываю не до конца для возможности поднастройки длину ножек можно померить на ровном стекле все четыре ножки должны стоять и не качаться при необходимости можно аккуратненько поджимать четвертую для получения идеального результата прежде чем начать калибровку столешницы я подготавливаю плоскость стола мой стол кривой а плоскость под плоскошлифом должна быть ровной так как это будет влиять на результат для этого отрезаю кусок оргстекла и подкладываю его под точильный круг теперь калибровка столешницы это очень важно потому что я не знаю в какой плоскости она сейчас находится и ровно или она вообще поднимая столешницу до касания с диском важно помнить что все болты нужно крутить на одинаковое количество оборотов и их метки должны смотреть в одном направлении включая и плавно снимая верхний слой таким образом я копирую нижнюю плоскость создавая ровную параллельную поверхность на которую уже будет крепиться обрабатываемая деталь ну вот приспособление для плоскошлифа готова и теперь пример как им пользоваться я взял небольшой клинок из закаленной нержавеющей стали 154 cm с одной стороны наклеиваю двухсторонний скотч и приклеиваю к откалиброванной поверхности регулирую высоту ножек так чтобы клинок касался диска но при этом мог под ним проходить включаю берусь за краешки столешницы и аккуратно с одной скоростью последовательными движениями снимая верхний слой важно чтобы сопротивление было не слишком сильным когда сопротивление перестает чувствоваться и круг едва касается заготовки можно поднимать ножки у меня полный оборот винта это ровно миллиметр высоты я рекомендую разделить это на 6 затем на 2 и затем еще на 3 получается чуть меньше 0 3 миллиметра вот на такой градус я предпочитаю поднимать столик для повторного прохода и важно помнить что все метки болтов должны смотреть в одном направлении еще нужно следить за тем чтобы не перегревать заготовку но и быть осторожным ведь рядом с руками находится крутящийся диск когда первая сторона готова снимаю клинок убираю остатки скотча замеряю толщину сейчас 39 мне нужно получить 2 и 5 это снять 14 миллиметра креплю другой стороной и проделывать то же самое по расчетам мне надо пройти 50 делений что конечно очень жестко с этого ракурса видна вся суть этого процесса последний проход снимаю очищаю и замеряю середина 2 и 5 в начале столько же и на конце тоже 2 и 5 такой однородной фактуры можно добиваться для своих изделий вот так можно плоскошлифить в условиях гаража или домашней мастерской имея в наличии точильный круг для чего нужно это приспособление я думаю для прототипов каких-нибудь и единичных экземпляров когда обращаться в специализированную контору плоскошлифу слишком долго или дорого спасибо за просмотр если остались вопросы можете написать их в комментарии я попробую ответить подписывайтесь чтобы не пропустить выход новых роликов ставьте лайк если понравилось видео также можете посетить мой инстаграм там я публикую фотографии ножей и рабочие процессы мастерской erой мастерской там так а